Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. На часах 13.30, а это значит, что в эфире большая перемена. Сегодняшняя тема – «Амбассадор в Сбере». У нас в гостях Олеся Талугина, это эксперт подразделения подбора персонала, и Константин Артемцев, специалист регионального сервисного центра. Ведем эфир для вас, просердам мы, Полина Савенко и Мария Полежаева. Начинаем. Начинаем с такого интересного вопроса. Я думаю, что наших слушателей заинтересовала тема, что такое, кто такой «Амбассадор в Сбере». Именно это я и хочу спросить. Кто это и как им стать, если это возможно? Это, конечно, возможно. Программа уже работает, наверное, более трех лет. Амбассадор Сбера – это такой лидер мнения студентов в своем вузе. Уже второй год подряд именно в Иркутске выбирают амбассадор именно студента с БГУ. Я не знаю, чем его с таким кормят, что вы такие умненькие здесь. Что нужно сделать? У нас есть портал, про который я, наверное, сегодня буду несколько раз говорить. Называется «Сберградуэйт». Либо вы можете в гугле так ввести русским буквами «Сберградуэйт», либо «Сбер для студентов». И вам выдаст ссылочку, где можно узнать вообще, в принципе, обо всех программах, которые у нас Сбер делает для студентов. Это могут быть какие-то региональные программы и общие, которые транслируются с Москвы, с центрального аппарата. Вот одной из такой является амбассадоры. Ребята подают заявки, в первую очередь это анкеты и портфолио. Что здесь оценивается? Недостаточно просто хорошо учиться. Здесь оценивается, например, ведение каких-то проектов, особенно связанных с коммуникациями, участие в различных активностях, в различных мероприятиях, там, благотворительных, студенческих, профсоюзах и прочие-прочие вот такие социально важные моменты. Вот, проходит отборочный этап, потом их собеседуют наши коллеги из Москвы, это удаленный формат собеседования, и отбирают лучшего заявившегося из всех ребят. Получают они много бонусов в плане того, что им бесплатно в первую очередь отправляют мерч, ну и самим студентам приятно, и как бы они среди студентов транслируют именно мерч от Сбера, тем самым, как бы, чтобы мелькал значок Сбера среди студентов все чаще. Участвуют в различных мероприятиях, пишут посты в соцсетях, акциях различных не только там для студентов, но и, в принципе, для клиентов, различные скидки, мы им иногда выдаем промокоды на ОКО, на Сберпрайм, на Сбермаркеты, Сбермегамаркеты, которые они там могут устраивать различные активности в своих соцсетях и дарить за правильные ответы, например, в участии в каких-то конкурсах. И плюс они получают стипендию, ежемесячно получают стипендию в течение года. Каждый год выбирается новый амбассатор, вот, поэтому не пропустите подачу заявок в 2023 году, может быть, кто-то из вас сможет стать новым амбассадором, это действительно классно. Особенно, когда их выбирают, они ездят еще в центральный аппарат, в корпоративный университет. Это очень крутой кампус, у нас даже не все сотрудники могут там побывать. На обучение, да. В основном руководители, либо если выиграли в каких-то мероприятиях, а вот для амбассатора Сбера действительно можно окунуться в такую крутую атмосферу. И когда же нам не пропустить этот отбор, когда он будет? Этот отбор будет летом. Скорее всего, по срокам не скажу, но вот опять же, если вернуться к этому сайту Сберградуэта, там можно сделать подписку на все рассылки, и вы точно не пропустите уведомления о начале нового отбора. А для того, чтобы стать амбассадором, нужно учиться на каком-то определенном направлении подготовки или, например, филолог или журналист, кто угодно может стать? Кто угодно, любая специальность. Здесь не оценивается специальность, больше оценивается сам студент и его активная жизненная позиция. Да, ограничений никаких нет здесь. А есть ли ограничения по возрасту, может быть? То есть, тоже вообще никаких ограничений, даже если ты в магистратуре, ты все равно можешь стать амбассадором. Интересный вопрос, потому что из последних это в основном выбирали студенты очной формы обучения. Про магистратуру могу обмануть, наверное, поэтому пока не отвечу на этот вопрос. По-моему, скорее всего, только с очной формы обучения. Да, скорее всего так. Ну, даже чисто логически магистранты редко появляются в ВУЗе, да, и редко в каких-то мероприятиях участвуют, а вот очная форма обучения больше в цель именно попадает. Хорошо. Расскажите тогда про международный акселератор для студентов. Что это и какие требования уже там? Ну, смотрите, все, что касается акселератора СБЕРа, да, в двух словах скажу, акселератор – это обучение. То есть, будь то студент, будь то выпускник в ВУЗа, он сталкивается с проблемой после окончания института, то есть, куда ему идти. То есть, имеется какое-то корпоративное направление, то есть, пойти в какую-нибудь структуру, либо в госслужбу. Банк СБЕРа, он предлагает своим выпускникам, ну и студентам в том числе, попробовать себя в предпринимательской деятельности. То есть, данный акселерат, его поддерживает Герман Ускорич, то есть, на своем уровне. То есть, он очень хорошо такие идеи поддерживает, то есть, чтобы в стране именно развивалось предпринимательство. То есть, здесь никаких ограничений нет. То есть, если у вас есть свой стартап, если у вас есть бизнес, какая-то идея, вы можете на любом этапе, то есть, зайти и озвучить ее. То есть, получите одобрение от наставников, получите одобрение от инвесторов, ну и, соответственно, уже воплотите свою идею в жизнь. Почему он называется международный? Он заключает какое-то количество стран, какие-то спикеры приглашенные или в каком аспекте? Ну, смотрите, здесь все, что включается международный, это в том плане то, что у нас очень много партнеров, в том числе и за рубежом, которые именно поддерживают это. То есть, инвесторы, они есть и за рубежом. То есть, если ваш стартап, проще говоря, пойдет, то почему нет? Тем более, сейчас все, что касаемо данного обучения, то есть, акселератора, сейчас у нас на данном этапе идет бизнес-ярмарка. То есть, все идеи, все стартапы, которые есть, они именно уже зарегистрированы, идет плотная работа с наставником и уже ориентировочно апрель будет выход уже на инвесторов. Ну и, соответственно, уже в мае будет уже финал. Уже он проходит в Москве. Сейчас довольно напряженная международная ситуация. Не повлияло ли это на масштаб проекта? Ну, нет, как таковой отрицательного результата нет. То есть, в любом случае, мы поддерживаем всех. То есть, БЕР поддерживает любое направление технологическое. То есть, мы ребят вообще абсолютно не ограничиваем. То есть, они могут поучаствовать либо в технологической схеме искусственного интеллекта, либо в каких-то облачных технологиях, либо сейчас очень сильно развивается геймификация. То есть, связано с играми именно с таким направлением. Ну и, соответственно, все это поддерживается, все это очень хорошо. Ну, хотела бы добавить, что еще до различных санкций СБЕР давно ввел политику на обособление, именно на развитие своих технологий. У нас есть свои разработчики, и разрабатываем очень много IT-платформ и для внутреннего пользования, и на внешний рынок. И именно, вот как раз-таки, очень много своих умов и знаний, которые мы можем передавать, и очень много партнеров, в том числе стран СНГ, которые, в принципе, так и продолжаем сотрудничать. Которые, да, поддерживают это все, и никаких ограничений в этом нет, никаких проблем не возникает. Насчет своих умов, получается, иркутяне тоже участвуют в таких масштабных проектах по геймифигации, как вы сказали, и прочих различных вещах, которые действительно меняют технологии во всем мире. Конечно, конечно. Вообще ограничений нет. Будь то студент, либо выпускник в Иркутске, он может на любом этапе зайти со своим стартапом и, соответственно, получить поддержку. Возможно, где-нибудь в тех же странах СНГ в СНГ появится такой же студент, который поддержит твою идею, они в нашем веке информационных технологий могут по скайпу все это воплотить в жизнь, и, соответственно, уже... То есть команды подают свои заявки, и они могут даже не жить в одном городе, в одной стране. Конечно, да. По-моему, рассказывали, да, что есть команда, где вот ребята с Казахстана. Да, все верно. Они даже, может быть, лично никогда и не встречались, но их объединила идея. А это очень круто. Это может вести дальше за собой людей. А на каких условиях все это происходит? То есть ты просто заполняешь заявку, отправляешь ее, проходишь обучение, защищаешь стартапы, если его заинтересовали, точнее, если твой стартап заинтересовал кого-то, то он может воплотиться в жизнь? Или вот как это все происходит? Ну, вы рассказали все практические этапы за нас. Действительно, да. Они подают заявки, проходят отбор, потом их оценивают уже эксперты, дальше берут их в работу менторы, ведут за ручку к результату. Если ваш проект заинтересует инвестора, то вы получите очень даже неплохое воплощение вашей идеи, ну и, соответственно, уже денежную поддержку. А кто выступает экспертами? Экспертами? Экспертами выступают именно наставники, именно сотрудники, которые ведут весь путь, ну, студента, либо выпускника, который заинтересован в воплощении своего проекта. Это эксперты и со Сбера, и из бизнеса. То есть непосредственно у тех, кто имеет опыт ведения своего бизнеса. Все верно. Ну и самое главное у них призовой фонд. Призовой фонд, да, я не озвучил, призовой фонд, вот финал будет проходить как раз в Москве в мае, и призовой фонд составит около 5 миллионов рублей. Это деньги для одного победителя или для нескольких? Нет, это все делится, да, конечно. На первые три места, по-моему. Да. И для победителя еще в течение года менторы и эксперты помогают вести бизнес, дают советы. Да, то есть не возникнет такое, то что вы пришли, рассказали свою идею, свой стартап, он поехал, да, у вас, и вам дали деньги, и все, и вас забыли. То есть в любом случае вас будет поддерживать, в любом случае вас будут сопровождать первое время, чтобы... Да, то есть это действительно проект не ради проекта, а ради того, чтобы глобально поддерживать малое предпринимательство в стране. Это политика и нашей страны, и в том числе Сбер, как самая главная финансовая структура, теперь не только финансовая. Естественно, мы чувствуем свой вклад, нам есть что рассказать, нам есть чему научить, у нас огромнейшая база знаний, огромнейшее количество профессионалов, в своем деле экспертов, в том числе и клиентов, которые являются предпринимателями, поэтому, ну, грех было бы этими делиться. А сколько примерно принимает участие человек, вот сколько выходит в эти финальные этапы, где уже борются за 5 миллионов за... Ну, здесь точной информации пока у нас нет, пока, видите, пока именно идет... Да, отборочный, так скажем, назовем их состязание, они еще идут, то есть, как я сказал уже ранее, сейчас идет бизнес-ярмарка, то есть ребята плотную работают со своими наставниками, и уже ориентировочно апрель уже будет полуфинал, где уже будет видно любое количество, то количество участников, которое придет уже в финал. Ну и, соответственно, могу сказать вам сразу, если у кого-то, либо у студентов с вашего вуза, если у них есть та идея, которую он считает, то, что она пойдет, то, соответственно, на любом этапе вы можете заявиться и ее будут рассматривать в индивидуальном порядке. Опять же гуглим акселератор от Сбера, вот вводим ссылочку, читаем информацию, подаем заявки, если не упускать свой шанс. Ну, я почему спрашиваю про количество, потому что интересно, насколько велика конкуренция, потому что огромные деньги, довольно хорошая возможность, вот интересно, насколько получится протолкнуть свой проект. Да, по цифрам точно не скажем, но конкуренция, конечно же, большая. Но лучше об этом не думать, действительно, не важно, сколько там. Со своей стороны могу сказать, что здесь идет такой аспект, как состязательность, то есть в любом случае, какая бы ни была идея, то есть в любом случае, возможно, ваша идея не пройдет, возможно, инвесторам не понравится, они попросят что-то изменить, вот именно акселераторы Сбера, именно они настаивают, точнее, обучают на том, чтобы на любом этапе, то есть человек, он не падал, то есть он на любом этапе мог принять какое-то другое решение, то есть бывает такое то, что и у нас есть такие кейсы, когда просто команда верила в этот проект, но инвесторы сказали то, что нужно изменить то-то, то-то, и ребята просто на ровном месте просто переворачивают проект, и он работает, он начинает работать, то есть здесь именно идет именно вот эта состязательность, ребята поддерживают друг друга, какой бы ни был, на каком бы этапе ни был их проект, то есть неважно, ваша команда это, либо чужая команда, состязательность, она в любом присутствует, ну и поддержка, в свою очередь, тоже очень огромное влияние оказывает. А есть ли какой-то опыт уже вот предыдущих, может быть, ну то есть известны ли уже какие-то победители прошлых годов, их проекты, какие-то воплощенные, может быть, проекты? Ну смотрите, программа, она повторяется каждый год, то есть в каждый год у нас осуществляется набор именно в бизнес-акшелераторы, точно я не могу сказать, работают или не работают данные какие-то стартапы, но по моим данным, около трех, либо четырех стартапов, которые имеются, были уже и выиграли, они работают, и работают достаточно неплохо. Давайте тогда вернемся еще к теме амбассадоров, кто сейчас является амбассадором СБЕР? Это студент Пайкальского государственного университета Виктория Сергеева, она учится на факультете управления персоналом, кстати, я там тоже училась, у нас немножко по-другому тогда назывался, вот, я тоже выпускница, да, она вот как раз сейчас является нашим амбассадором, участвует в различных мероприятиях, помогает привлекать студентов на те мероприятия, которые в СБЕРе проходят. А какие еще, помимо вот амбассадоров, помимо артилератора, какие еще есть программы, может быть, предложения СБЕРБанка для студентов, для молодежи? Ну, в первую очередь, это, конечно же, всеми наша любимая практика, да, самый простой, наверное, самый такой незамысловатый способ попасть и посмотреть внутреннюю кухню любой компании, это пройти практику, мы, конечно же, ее тоже предоставляем, она у нас проходит в двух форматах, как правило, для студентов начальных курсов, это онлайн-практика, называется карьера в СБЕРе, можно выбрать там любой трек и пройти обучение по разным программам, это могут быть IT-направления, какие-то творческие, SMM, очень много треков, которые может каждый сам для себя выбрать, помимо того, что вы получаете для себя знания, вы получаете на выходе еще сертификат о успешном прохождении, если вы успешно там сдали все тесты, которые можете пополнить свое портфолио, ну и плюс познакомиться, с тем, что дает СБЕР. На выпускных курсах, конечно, уже лучше такая практика, практическая, прикладная, когда студенты проходят именно ее в стенах нашего банка, это могут быть и филиалы, где можно познакомиться с работой с клиентами, либо в аппарате территориального банка, либо в каком-нибудь другом городском отделении. Здесь уже, как правило, есть какие-то проекты, которые руководители могут доверить студентам, где студенты выполняют различные задания, тоже могут познакомиться с культурой СБЕРа и получить также практические навыки и знания. Для того, чтобы подать заявку на практику, тоже можно на, я уже говорил, СБЕР ГРАДУЭЙТ, либо вводим практику в СБЕРе, и можно также оставить заявку на онлайн, либо оффлайн практику. Ну и плюс, в каждом ВОЗе у нас есть контакты тех специалистов, которые непосредственно занимаются практикой, вот, есть направление, могут вас направить в СБЕР. Либо приходите к нам на Нижнюю набережную, узнавайте, у кого можно пройти практику, у кого можно узнать по практике. Второй момент, уже более такой серьезный, это стажировки, называется СБЕР СИЗОНС, это уже оплачиваемая стажировка. Мы отбираем туда студентов только выпускных курсов, только очные формы обучения, это обязательное требование. Сейчас у нас стажировка с 1 марта, стартует подача заявок, будут принимать стажеров в малый бизнес, корпоративный блок, там работа по полдня, принимается у вас на 0,5 ставки, 4 часа в день работы, 5 дней в неделю, можно варьировать, главное, чтобы отработка была в неделю 20, может быть, даже 30 часов, от этого будет зависеть как бы оплата. То есть вы принимаетесь официально на трудовой договор, записи в трудовой книжке, уже имеете все доступы, это вот отличие от практики, практикантам мы никак не можем дать информацию, которая закрыта для внешних сотрудников. Выполняете ту же самую работу, что выполняют сотрудники, полностью, полное погружение, ну, я говорю, плюс еще зарплату получается, от 3 до 6 месяцев может длиться стажировка с дальнейшим трудоустройством. То по практике прошлого года мы принимали двух студентов, они до окончания стажировки были переведены на полную единицу, в штат, сейчас работают на хорошие должности, еще даже до получения диплома. Ну, я считаю, это очень круто. Мы тоже считаем, что это все очень круто, и мы считаем, что тоже было бы неплохо зайти на сайты, которые вы уже тут назвали. Но вот если остались вопросы, назовите еще раз все сайты и все контакты, куда можно обратиться с вопросами. Сберградуэт.ру Можно русскими буквами прям ввести, либо Сбер для студентов, выдаст вам ссылочку именно для все наши программы. На сайте Сберградуэт делайте подписку на рассылки, чтобы не упустить важные новости и свой шанс попасть в команду Сбера или попасть в какой-то крутой проект при поддержке Сбера. Также там можно почитать всю информацию более подробно обо всем, о чем мы сегодня говорили на эфире. Ну, а эфир подходит уже к танцу. Напомню, что тема была «Амбассадор Сберия». У нас в гостях были Олеся Калугина, Константин Артемсов. Вам спасибо большое за информацию. Всем пока. Пока.